Приветствую вас, Юлия. Вот удивительность немного, что вы назвали себя Юля, а не Юлия. Вот, то есть как будто бы, знаете, вот такое-такое пренебрежение, как будто бы у вас, ну вот, к самой себе в этом. По крайней мере, я это так вот вижу, да, и это, наверное, то, на что бы я хотел обратить ваше внимание в первую очередь. Попробуйте, когда вы писали своё имя, когда вы вписывали его в регистрационную форму на сайте. Вот. А почему бы написали его так? Почему бы написали Юля, а не Юлия? Юля может назвать вас близкие люди. Вот. Ваш молодой человек, например. Ну, не видно, не видно на сайте. Я видно на сайте в июле, и это нормально. А у меня такое ощущение, что... У меня такое ощущение, что нет. У меня такое ощущение, что на сайте в июле. Знаете, в чём штука? Хорошо. Вот. На самом деле, я бы... Я бы дальше... Я бы дальше... Этого места бы не пошёл. То есть, я бы вот... Я бы остановился бы на этом моменте. Я бы остановился бы на вот этих... На этом аспекте сейчас. И я бы как-то вот с вами обсуждал вот это. Потому что, мне кажется, это... Ну, довольно важно. Мне кажется, это довольно значимо. То, что вот... Я пытаюсь сказать вам сейчас про ваше имя. Вообще, вы можете со мной не согласиться и... Вообще... Сказать, что вот... Я какую-то очень... Какие-то очень странные вещи говорю, но... Мне как специалисту... Это, кажется, здесь очень важно. Почему? Потому что... Ваша история, она... Она не про измену. Как мне кажется. Она не про то... Что вы... Совершили какие-то действия. Или... Что молодой человек ведёт себя по отношению... К вам как-то. Мне кажется, ваша история, она... Больше про... То, что вы... Изначально ставите себя... Очень... Сильно меньше... Чем... Чем другой человек. Вот... Как мне это видится. Эм... Большая история. Мне кажется... А... Про то, что вы... Изначально... Эм... Как-то вот... Себя... Так... Эм... Занижаете что ли... Эм... Как-то вот... Эм... Не слышите себя. Не прислушиваетесь к себе. И мне кажется, что вот первый момент, первый самый момент, на который вот хотелось бы обратить внимание, это то, что вы говорите про отношения с молодым человеком, точнее, еще даже те вот незакончившие отношения, которые у вас были, а они начались раньше, вот, а чего вы хотели в этих отношениях незакончившихся, когда они еще не закончились, что вам было важно и нужно в этих отношениях, вы же в них почему-то оставались, вот. Это ни в коем случае не обвинение, ни в коем случае, ни в коем случае не пытаюсь вас обвинять, но я хотел бы, чтобы вы обратили на это свое внимание, мне кажется, это очень важно, вот, мне кажется, это очень важно, и уже, соответственно, исходя из каких-то ответов на эти вопросы, я думаю, что уже можно будет о чем-то говорить, уже можно будет про что-то говорить более по-другому. То же самое касается, на самом деле, измены, вот, дело не в том, что вы изменили, там, что-то сделали, а дело в том, чего вы хотели, что вы хотели тогда и что вы хотели для себя, для того, с кем вы изменили, и для своего молодого человека, с кем вы уже на тот момент были, а когда молодой человек говорит вам то, что он говорит, это его право говорить, говорить свои какие-то вещи, свою точку зрения вам выражать, это я помню его право, но важно другое, важно то, что вы соглашаетесь с тем, что он прав, а он не прав, потому что его виденье, это его виденье, а ваше виденье, это ваше виденье, он в вашей жизни не живет, а свою жизнь вы знаете, только вы, и мне кажется, что именно какое-то вот некоторое, некоторое в прямом смысле этого слова бегство в своей жизни, в том числе вероятно в измену, и делает его слова такими ранимыми и значимыми, и вы удивитесь, но бегством от вашей жизни, на мой взгляд, является даже то, что вы спрашиваете нас про тренинг, потому что эффективный способ, он приходит извне, по вашему мнению, эффективный способ что-то сделать, он находится во вне, по вашему мнению, не находится у вас самой, но на самом деле, то, что может сделать вас самой собой, находится у вас, тут уже у вас есть, просто это нужно заметить и увидеть, вот. Вы знаете, вот есть у вас, есть у вас такое вот высказывание, да, в тексте, сейчас попробую его, я попробую его сейчас найти, вот, потому что я, значит, читал ваш текст, вот, и вот, вы пишите, в обычной жизни у нас все хорошо и ровно. Вот что это такое обычная жизнь, Юлия? Вот могли бы вы как-то объяснить, что это такое обычная жизнь, что это? Что, как, по-вашему, вообще жизнь может быть обычной? Как вы вообще, понимаете, как в этой обычной жизни живете? Я не знаю, даете вы себе счет или нет, но, говоря про то, что вы живете обычной жизнью, я бы предположил, что вы не живете в этот момент. Когда, когда говорите, что в обычной жизни у нас все хорошо, не живете в этот момент, не живете. Невнимательны вы к себе в этот момент, делаете вы какие-то вещи, которые, может быть, вам не интересны, может быть, не трогают вас, может быть, вы это делаете, потому что вам это нужно, вам это надо, вам так кажется, что это нужно, что это надо, а на самом деле, может быть, нет. И я бы, конечно, на эти аспекты попытался бы как-то обратить ваше внимание, чтобы вы посмотрели, чтобы вы посмотрели, чтобы вы почувствовали эту обычную жизнь. Потому что, может быть, вы удивитесь, но нет обычной жизни, есть просто жизнь. И она необычна. Но можно больше же в своей жизни проживать, не помещая ее, а убегая от нее, и совершая какие-то действия, я вообще не очень вообще понимаю смысл и значение. А потом ругая себя, обещая за это. Вот знаете, как-то вот сталкиваюсь с темой изменой, да, вот, и я сам тоже женат, вот, и когда с человеком живешь не первый год, вот, как-то вот приходит какая-то мысль, да, вдруг там, вот, твой близкий человек изменит, или ты изменишь, вот, как бы. И, вы знаете, я заметил такую, мне кажется, очень важную вещь, что измена, мысль об измене, вот, это, вообще-то, лишь самый, знаете, такой конечный, это самый конечный пункт всей какой-то вот эмоциональной, может быть, психологической, может быть, жизни человека. То есть это конечная, конечная остановка, когда человек, вот, как-то вот, эээ, ну, думает именно об измене, по-разному. А в начале, там я бы не сказал, что про измену речи, в начале я бы сказал, что речь несколько про другие аспекты, в начале я бы сказал, что, как там, эээ, совсем, что по-другому, в начале, я бы сказал, что в начале там есть, эээ, совсем, эээ, другие мысли, 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 вот, да, понимаете вы или нет, то, о чем я сейчас говорю, но, это так. И вот, эээ, мне хочется вас спросить, а, как вы это воспринимаете, вот, не в контексте, а, эээ, не в контексте того, что вы, вот, совершили, там, какие-то, какой-то поступок, да, вот. Вот. А, в контексте именно того, чего вам хотелось. А, вот, это очень важно. А, чтобы, эээ, все вынуждались. Как вы это получаете, то очень вынуждаетесь. Ведь, эээ, как бы, измен это один из, эээ, способов только. Но не один. Таких способов может быть много. Для вас, может быть, это способ один. Может быть, вы, эээ, других, другого способа вообще-то не, не видите. И, может быть, вы других способов даже не замечаете. Может быть, вы не знаете даже как это. Но они, эти способы, как мне кажется, они, эти способы есть, они, эти способы присутствуют. Вот. А, весь вопрос, эээ, в том, замечаете ли вы их, замечаете ли вы, знаете ли вы, что бывают другие способы, что можно по-другому это делать. Были ли у вас выборы делать как-то, вот, как вы сделали. Знаете, какая же какая. И я думаю, что, эээ, очень быстро вы придете вот к какому-то, такому пониманию, что, эээ, то, что вы сделали неплохо, как мне кажется, то, что вы сделали неплохо, это тот опыт, который вы получили. Но вы обвиняете себя, вы обвиняете себя, вы вините себя. И, конечно, если вы себя обвиняете, вы себя обвините, то, скорее всего, окружающие люди тоже будут вас обвинять. Потому что вы, эээ, сами показываете, что, вот, с вами так можно, вы сами показываете, как, сами учите, учите человека, как с вами можно обращаться. И он обращается с вами так, как вы ему показываете. Это называется «Озеркались», вот, «Озеркались», вот. Нравится вам это или, 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 ну, очевидно, что не нравится, раз вы, раз вы обращаетесь к вам. Нам, да, очевидно, что не нравится, ну, эээ, то, что не нравится, это, это хорошо. Это хорошо. Если вам не нравится, значит, значит, эээ, у вас будет ресурс для того, чтобы исправить, для того, чтобы это поменять. Но, как мне кажется, эээ, как мне кажется, эээ, эээ, нужно разрешить себе определённое. Изменение, определённые перемены. Вот. Знаете, эээ, я не буду, эээ, задавать вам, эээ, банальный вопрос, зачем вы с молодым человеком, который вас, ээээ, ну, который, квадратный сатак, который, эээ, эээ, вас обесценивает, вот, я не буду, ээээ, задавать вам такой вопрос, вот, по причине, того, что мне кажется, он абсолютно бессмысленный. Я хочу, я верю, что, ээээ, отношения, ваши отношения, ээээ, могут измениться, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если вы позволите себе быть более, более такой вот принимающий себя, если вы позволите себе быть, вот что называется, более живой, если вы позволите себе быть более естественным, более настоящим, я верю, что ваши отношения могут измениться. Я верю в то, что ваши отношения могут выйти на какой-то новый уровень, и я верю в то, что ваши отношения могут быть лучше, чем сейчас, я имею в виду, что у них будет меньше каких-то рейкетных чувств, каких-то рейкетных переживаний. Я верю в то, что, ну что, в них может быть больше позитивных аспектов. Но это определённая работа требуется от вас. Я не знаю, готовы ли вы к этой работе. Я не знаю этого, до тех пор, пока вы мне об этом не скажете. Я не знаю, готовы ли вы работать над собой, потому что свой вопрос вы задаёте про тренинги. А мы психологи не совсем про тренинги. Психотерапия – это больше про взаимодействие с человеком. То есть с вами. Это не про тренинги. Это больше про изучение вас. Это про исследование вас. Это про такое, знаете, искреннее, я бы сказал, желание узнать вас. Желание увидеть вас с каких-то, может быть, немного неприличных других сторон, о которых, может быть, вы даже не подозреваете. И я пока не знаю, готовы ли вы к такому, готовы ли вы к такой модели взаимодействия или нет. Потому что это не такая история, что вы научились, освоили какой-то вот тренинг и всё, и сразу всё сделало хорошо. Нет. Не так. Вот. Поэтому, что-то с вами происходит сейчас, я на виду, что-то происходит с вами в нашей жизни, я бы с лёгкостью назвал бы это тоже изменой. Но изменой самой себе, я бы это назвал. Я бы это назвал. Именно изменой самой себе. Почему так? Да. Есть ощущение, что, вот, вы, ну, вы бежите от себя. Как-то, вот, признаться в том, что что-то чувствуете, боитесь, боитесь себе признаться в том, что, что чего-то хотите. Есть, вот, такое ощущение у меня. И я бы, наверное, обратил бы ваше внимание в первую очередь на это. А дальше уже, дальше уже смотрел бы, что с этим можно сделать. Дальше я бы уже смотрел на то, как можно было бы вам помочь с этим обращаться. Вот. Я думаю так. На этом всё. Надеюсь, что ваш данный шаг, который вы сделали, не станет последним. Надеюсь, что вы выберете себе психолога, вот, специалиста и будете с специалистом работать. Вот. Я очень надеюсь, что вы готовы меняться и удивительным образом будет меняться ваш молодой человек. Вот. Только не обязательно в ту сторону, в которую вы хотели бы. Вот здесь, как мне кажется, есть важный элемент ожидания. Здесь есть важный момент того, чего вы можете ожидать. Потому что если, если вы будете ждать изменений в каких-то определенных направлениях, вот, то я боюсь, что есть большой риск разочарования. Если вы позволите меняться, в том числе, как-то вот в том-то себе и своему партнеру тоже, то ситуация может стать гораздо лучше. Вот. Ну, давайте, наверное, не будем затягиваться. Да, наша, ну, мой ответ. Давайте не будем его затягивать. Затягивать. Я сейчас хотел бы с вами попрощаться. Вот. Хотел бы, пожелав вам удачи, пожелав вам успехов. Вот. Хотел бы выразить надежду на то, что вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам, да, позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам, ну, позволит вам двигаться. Дальше сделать первые шаги. Вот. В этом вот, ну, своем, своем движении. Вот. Вот. И я хотел бы пожелать вам смелости для, для дальнейшей работы. Вот. Самое что-то. Можно испугаться. Вот. Попытаться. Вернуться. В зону. Ну, не комфортно. А вот. Знаете как. Как угодно, только вот. Только не так. Да. Такой может быть момент. Вот я надеюсь, что это, ну, надеюсь, что это не про вас. Вот. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем на связи.